И в предыдущем будущее, они Богом определенные. Что должно произойти? Оно определено и известно для Него. Но когда оно будет происходить, зависит только лишь от того, когда Господь посчитает, нужно будет печать за печатью снимать. Поэтому, как только печать снимается, значит, приоткрывается, приоткрывается, приоткрывается. Но, по сути, когда все печати сняты, оно все открылось. И дальше Он потихоньку снимал печать, и постепенно оно открывалось. Тем более, смотрите, оно было написано изнутри и извне. есть какие-то события, которые более очевидны, извне написаны, а есть изнутри, которые более понятны станут, когда уже в самом процессе они будут происходить и вот он начал снимать печати это говорит уже об определенной последовательности, пока мы еще сюда это не привязываем но мы точно знаем что это все должно произойти прежде, нежели придет Господь на землю и установит свое царство, поэтому мы можем сказать следующее, то есть вечернее царство, теперь мы это точно знаем в силу того, что Христос об этом говорил и указывал, оно произойдет тогда, наступит, когда Господь видимо придет на землю, поэтому мы здесь можем сказать точно, что вот вечернее царство начинается со второго пришествия Христа второе пришествие Иисуса Христа ну он так сказал, правда же придет в следующее, чтобы установить царство дальше мы точно знаем, что второе пришествие Иисуса Христа будет уже написано вместе со своими святыми, то есть церковью, значит соответственно до того, когда придет Христос обидимо, церковь будет невидимо восхищена об этом мы чуть попозже поговорим, но мы точно знаем, что придет не только Христос придет вместе с ним и мы опять на эту землю, как это так, мы тоже об этом еще поговорим, поэтому вот так вот чуть-чуть нарисуем вместе, как бы скажем Христос с церковью придет и установит свое царство то есть, значит, эти события должны произойти прежде нежели это произойдет, правда же? да пока эти семь лет опять же мы не трогаем мы просто понимаем, что вот это все заканчивается, вот эти вот печати все такое заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа теперь смотрите, когда начинают открываться эти печати первые четыре печати там он видел всадников, да? четыре всадника если второй, третий, четвертый всадник достаточно понятны ну помните там, который был на черном коне, на вороном который там описан, то есть который символизирует собой смерть красный, кони рыжий там в другом переводе написано опять же в многих языках это одно и то же цвет который означает кровь что опять же говорит о войнах, о бедствиях и бледный там такое слово греческое чем-то нахлоп слово напоминает то есть такой вот какой-то бледный-зеленый который говорит о болезнях, да? вот когда человек болен, когда он такой бледный весь вот есть такое хорошее белорусское слово вздыхлик, вот что-то похожее состояние вздыхлика неумяручу а? неумяручу ну это вообще бессмерт да, есть и такой вздыхлик бессмеротный по-белорусски будет вздыхлик бессмеротный а по-укрански чахлик неумяручу то самое интересное для нас в этом случае является первым сами потому что эти там понятно с ними что что с первым 1 написано на белом коне вот я про него читаю потому что это имеет значение это книга откровения 6 глава и вот написано первый стих и я увидел что агнец снял первую из семи печатей я услышал одно из четырех животных говорящий как бы громовым голосом иди и смотри я взглянул и вот конь белый и на нем всадник имеющий лук и дал бы на ему венец и вышел он как победоносные и чтобы победить здесь интересный момент на белом коне всадник свинцом даже символизирует какое-то достижение или же право власти вот здесь надо учесть что и то и другое может значительно не обязательно одно и то же одновременно данном случае венец говорит о праве власти определенной потому что он вышел чтобы побеждать и имел вид победителя но заметьте там не написано что он победил и не написано что он победитель то есть там больше описывается каким он хочет быть книги откровения есть тоже упоминание еще раз о всаднике белом девятнадцатой главе но там четко написано что это иисус христос написано имя ему слово божье он имел меч в руке своей которая опять же является символом слова божьего то все понятно а здесь чуть есть разница там садник с мечом здесь с луком там точно написано что он победитель здесь написано имел вид победителя вышел чтобы побеждать то есть получается не все таки не об иисусе христе идет речь потому что христос точно победитель ему не нужно еще побеждать что-то он не имеет вид он является победителем и дальше здесь слух вот в чем разница лука с мечом меч используется для прямого либо нападения либо защиты правда же лицом к лицу открыто ясно понятно вот он воин вот он конкретно говорит о чем-то а лук это оружие которую можно из-за угла поразить издалека ты даже не видишь где-то там затаился между кустов стрела вылетела поразил даже непонятно откуда вот то что опять же показывает разницу в тактиках то есть в эти два похожих садника вот едва на белом коне но один напрямую говорит и меч в руке держит и определяет а вторых где-то там хочет победить но где-то сдалека за угла что-то еще на расстоянии что как раз больше указывает на то что христос и говорил придет тот который будет выдавать себя за меня помните мы говорили антихрист греческое вместо христос то есть вместо истинного христа придет неистинный христос и вот здесь как раз и получается вот этот вот момент когда мы говорим о первом саднике 1 вместо христос или антихриста антихрист или вместо христос то есть вместо истинного христа пришел он его здесь как раз хорошо описано что он хочет быть похожи на христа эти если бы мы читали как в русском языке антихристность против христа тут нечего было бы и путаться правда же который конкретно говорит что-то именно против иисуса христа принципиально если сатана пришел да как черт с рогами то сразу понятно что ты черт с рогами а если он принимает вид ангела света внешне вроде как и не отличишь нужно наблюдать за словами и действиями которые очень похожи на что-то хорошее но хорошим не является вот здесь тоже самое смотрите приходит антихристов вместо присутствует я есть христос он пришел вместо того который по-настоящему еще должен идти и он всегда выдают на белом коне венец то есть власть была разрешена то есть опять же видите от бога дана ему право какое-то что-то делать на земле если бы не разрешил ничего бы не было то есть он дал ему право определенное но он имеет и победителя подражает христу но он не победитель он хочет победить но он не сможет этого сделать потому что никто не может с воевать против бога он имеет лук вот который как раз состояние то есть вот отличать христа который напрямую говорит этот вот такими знаете увертками вот где-то как-то там что-то где-то каким-то различными путями издалека стараясь поразить потому что вблизи знаете когда уже открыто сразу понятно противостояние а когда залега издалека даже где-то чек не заметил не подготовился и раз его поразили вот поэтому в этом плане как раз и здесь идет речь о нем то есть получается смерти начинается с антихриста события последнего времени о чем мы христос говорил придет он а потом за ним уже последует все остальные бедствия и суд на царство антихриста который он здесь установит то есть таким образом когда раскрывается эта книга начала событий которые по крайней мере говорят что приближается время концу и вот-вот придется а он сказал что прежде нежели я приду под именем моим появляться и в конечном итоге вот такой появится говорит о его скором пришествии и так получается что у нас появляется вместо христос или антихрист и чтобы показать что он как бы христос как бы чтобы победить и в белых одеждах весь такой хороший светлый пушистый он написано в писании когда идет речь об антихристе уже более конкретно он заключит семилетний мирный договор то есть таким образом он умудрится каким-то образом объявив себя христом божественным объединить вокруг себя всех людей и заключить между всеми мир но этот мир является ложным потому что писание говорит что по прошествии трех с половиной лет он его нарушит но этот мир который он заключит с между всеми даст возможность ему восстановить храм и воссесть показывая что вот он я и есть же христос который как мессия пришел и воссел в храме и чтобы храм построить действительно нужен этот мирный договор потому что сейчас там мечеть находится и таким образом просто так немирно можно конечно развалить ее а вот ну знаете как в том месте там крестьяне вы решили вот обычно мусульмане когда-то что-то взрывает а аллах и бах бабах и все мы там со словами христос воскрес бабах но я просто как аналогию не привело это было бы восстание много-много различных вещей но в данной ситуации получается следующее то есть он умудрится как-то всех примирить вокруг себя чтобы его признали как божественного пророка или посланника и мы отчасти видим что постепенно мир морально к этому готовится и один из таких моментов это как раз вот это учение нью-эйдж или новый век как его называют который подводит к мысли объединения всех религий в одну вне зависимости даже от богословия терминологии каким образом они это делают они это том что божество она не определяем и каждый может по-своему его рассматривать кто-то называет богом кто-то аллахом кто-то кришной кто-то брахмой кто-то вишну кто-то еще как-то кто-то вообще говорит что это общая вселенная не стоит принципиально есть какое-то там божество поэтому можно по нему к нему восходить подниматься разными вершинами как гора вершина одна но можно по-разному склону идти кто-то идет более легким путем и быстрее дойдет кто-то более сложным путем дольше но все равно все придут на одну и ту же вершину и вот идея не очень показать что все религии по сути свои одинаковые в себе это божественное но кто-то идет путем ислама кто-то путем удаизма кто-то путем христианство кто-то даосизма кто-то там индуизма любой другой религии просто по разным склонам но все одно и все кто или на мере ожидать какого-то сверхъестественного то есть тот который как бы под этим видом для всех явится объединим в одном в этом в чем есть опасность когда люди начинают давать ну да в принципе все религии практически одинаково просто какие-то более яснее открывает путь божий какие-то менее яснее но на самом деле есть только один путь богу через источник места и поэтому нет никаких разных путей вершине горы есть только один путь который существует и есть только одна дверь которая открывать царство божие и хрисусу ничего сказал я есть единственная дверь никто не приходит к отцу как только через меня